По российской глубинке не ходят медведи в шапках-ушанках. В этом лично убедились представители иностранных СМИ. В рамках медиафорума под названием «Диалог культур» в столицу Чувашии приехали молодые журналисты из стран СНГ и Евросоюза. За окном 21 век, однако нередко в иностранных СМИ портрет современной России практически не отличается от того, что был при железном занавесе. Проект «Диалог культур» как раз создан для того, чтобы разрушать стереотипы. В этот раз в маршрутном листе молодых иностранных журналистов Москва, Чебоксары и Казань. Очень приятно, что именно вы выбрали такие национальные республики, что после сегодня встречи у вас, встречи в Казани, вам, наверное, захотелось как-то посмотреть на нашу республику и работу нашего парламента. Мы сейчас находимся в здании Дома правительства, где находятся и администрации главы Чувашьей республики, и Государственного совета. В Доме правительства гости оказались не случайно. Молодые умы интересуются политической обстановкой в регионах, экономикой и культурной жизнью. От представителей Госсовета журналисты узнали, как устроено правительство Чувашии и чем вообще живет республика. Народ Чувашский очень гостеприимный, вы, наверное, почувствовали, почувствовали, работоспособный. Республика аграрная, около 40% проживает на селе. Вот вы сказали, что в Чувашской республике проживает около 40% населения на селе. Это достаточно много. Украина также аграрная страна, и есть у нас проблема с тем, что многие люди, особенно молодые, они стремятся из сел уехать в город. И, в принципе, проблема кадров достаточно остро стоит в наших селах. Таким образом, вы сохраняете людей на селе. Создавать рабочие места, конечно, для этого есть трудности. Есть, конечно, у нас хорошая программа, кто слышал, «Земский доктор». Это «Земский доктор». Когда доктор идет работать на село, ему предоставляется 1 миллион рублей. Ну и есть там еще кое-какие привилегии. Впрочем, времени у журналистов хватило не только на беседы с представителями правительства, но и на прогулку по нашему городу.